К нам уже присоединилась Ольга Брусиловская, заведующая кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, доктор политических наук, профессор. Добрый вечер. Добрый вечер. Ольга, а у вас есть ответ на то, зачем вообще в принципе это ФИЦА, зачем он дает такое подобное интервью главной пропагандистке Российской Федерации, учитывая, что она подсанкционна в Европейском Союзе? Наверное, он хочет закончить свою политическую карьеру. Я думаю, такой ответ может быть. Понимаете, мы очень часто в этом эфире говорим с вами о ФИЦА и Орбане. Об Орбане, конечно, чаще. И это понятно, потому что по сравнению с ФИЦА, он серьезный политик. Орбан пришел в политику как человек с принципами. Он их просто по дороге растерял. А вот ФИЦА пришел в политику так, как он пришел в бизнес, заработать денег. Вот все эти годы он занимается зарабатыванием денег. Ну и вот судя по тому, как он сейчас себя ведет, видимо, он уже заработал достаточно. Год он у власти, скажем так. И то, что оппозиция, конечно же, напоминает ему о том, что в Словакии очень много внутренних проблем, которыми не занимается ФИЦА. Но вот, скажем так, вы говорите, что, наверное, уже достаточно заработал на своем посту. А можно ли говорить, что действительно это интервью могло быть проплачено? Ну и, собственно, что на международной арене дает такие взаимоотношения Словакии с Российской Федерацией? Ну вот я бы здесь заметила еще такую вещь. Я занимаюсь в основном, мой основной научный интерес – это, собственно, исследование российской дезинформации. И я хочу сказать, что в российских источниках последних двух лет именно фамилия ФИЦА мелькает чаще всего. Когда нужно привести пример поддержки каких-то западных элит, да, российские источники указывают обычно ФИЦА. То есть такое ощущение, что кроме ФИЦА, в общем-то, не на кого опереться. То есть его позиция, она выглядит очень радикально, повторяю, даже по сравнению с позицией Виктора Орбана. И это говорит мне о том, что, безусловно, мы можем предполагать то, что свое будущее ФИЦА связывает не со Словакией. То есть, видимо, он собирается провести пенсионные годы в какой-то иной стране. И да, отвечая прямо на ваш вопрос, я думаю, что не только это интервью, но и бесчисленное интервью, которое он давал раньше, самым разным, скажем так, пророссийским медиа, не самим российским медиа, но пророссийским медиа, которые бесконечно цитируют в России, это не один десяток будет таких упоминаний. То есть, да, сегодня он перешел в какую-то еще одну красную ливню, но он стоит на этом пути уже очень давно. То есть ничего нового особо не произошло. И, наверное, здесь, ну, просто еще отвечая на один ваш вопрос предыдущий, почему так? Наверное, потому что, ну, вот ФИЦА, он, конечно, популист, но когда мы говорим популист, мы имеем в виду, что у политика нет принципов. Да, и он каналирует и рассказывает то, что избиратели хотят услышать. Да, так он пришел к власти, но сейчас он говорит, в общем-то, не совсем то, что избиратели хотят услышать. И это говорит мне о том, что он таки, да, готов к завершению своей политической карьеры. А учитывая то, что как минимум 30 стран, если я не ошибаюсь, отключили, в принципе, российские каналы, они признаны абсолютно дезинформационными, и тут ФИЦА дает главному пропагандистскому и каналу, который больше всего продуцирует дезинформации, в том числе и по отношению к Европейскому Союзу, странам, которые входят в Союз. И, тем не менее, он соглашается, дает. Пускай там мы допускаем за какие-то плюшки финансовые, в том числе, и, возможно, обеспечение какого-то будущего, возможно, на него есть определенные компроматы у российских властей. Но даже не в этом суть, а суть в том, что, если вероятно, что по отношению к ФИЦА будут какие-то, я не знаю, санкции, возможно ли, в принципе, по отношению к политику, тем более первого лица страны, какие-либо санкции, какие они могут быть, или пожурят, побеспокоятся, и все на этом закончится. Они обязаны быть. Если человек нарушает законы, по которым существует Европейский Союз, принято уже около двух десятков пакетов, которые призваны покончить с российской агрессией в Украине, и тут появляется ФИЦА и говорит, что Скобеева прелестно, ну, понимаете, на это должна быть соответствующая реакция Европейского Союза, если политические элиты Брюсселя сколько-нибудь себя уважают. Я думала, что сколько-нибудь они себя уважают. Они обычно очень осторожны, но тем не менее это такая оплюха, от которой, в общем-то, трудно будет оправиться и сказать, что ничего особенного не случилось. Я еще хочу напомнить, что ФИЦА у нас самый неудачливый премьер этой декады. Вы помните, что на него было совершено покушение, и буквально там через полгода он еще получил письмо, в котором содержалась пуля, ну, вот просто как напоминание, что покушение одно, но может быть и еще. То есть словаки не очень довольны этим премьером. Это я так мягко. Вот учитывая то, что вы говорили, что должна быть и ответственность, какого рода это могла бы быть ответственность? И, в принципе, то, что премьер-министр европейской страны дает интервью пропагандистскому телеканалу, на что это с информационной точки зрения влияет или не влияет вообще? И, в принципе, это так закончится эта вся история камерно. Ну, вот дал интервью, ну и ладно, и бог с ним. На что это влияет вообще? Я думаю, что здесь необходимо просто помнить, что Европейский Союз и любая европейская держава является правовой. Это то, чего мы, собственно, добиваемся, да, чтобы Украина тоже пошла по этому пути. То есть любые споры и любое несогласие, оно должно иметь некоторые легальные последствия в рамках законов, которые существуют. Мы знаем, что человек закон нарушен. Значит, необходимо, чтобы было возбуждено соответствующее дело и передано на рассмотрение. Сначала это будут национальные инстанции, а потом это будут как бы инстанции международные. Ну и вот словацкая оппозиция критикует, конечно же, намерение ФИЦа посетить Москву. А, собственно, что могут сделать? Вот мы видим, уже не единожды сегодня упоминали, и премьер-министр Венгрии Виктора Орбана спокойно посещал Кремль, причем в Европейском Союзе отмечали, что это не от имени этого Союза он едет. И, в принципе, это его личные дела или взаимоотношения между странами. А что, собственно, мешает этому же ФИЦе приехать на 9 мая? Как это аукнется? Или это будет просто на внутреннюю российскую пропаганду влиять? Или иметь какое-то значение, что вот в лице ФИЦа или того же Орбана нас как-то слышат в Европейском Союзе и даже поддерживают? Ну, безусловно, это работает прежде всего на российскую пропаганду. Это для внутреннего употребления. Но, тем не менее, это не значит, что не должно быть никакой реакции Европейского Союза. Если вы помните, после поездки Орбана реакция была. То есть группа евродепутатов, она выдвинула инициативу именно потому, чтобы наступили легальные последствия для Орбана за эту его инициативу. Другое дело, что суды – это дело небыстрое. И мне кажется, вот эти люди, как ФИЦа, так и Орбана, они рассчитывают именно на то, что всё это затянется на годы. Что им и нужно. Но, к сожалению, здесь я не вижу большого, как сказать, оптимизма. Потому что суд в любой стране это дело небыстрое. Ну, и учитывая, что обычно ничем особо и не заканчиваются эти суды, ну, опять-таки, там, возможно, либо какие-то штрафы, ну, санкции не сильно пугающие, наверное, для того же светлого, условно говоря, будущего политиков. Ну, если мы понимаем, что вот Венгрия, когда начала полугодовое председательство в Совете ЕС, это, да, это как-то имеет действительно влияние на тоже внутреннего потребителя, скажем так, в Российской Федерации. А вот ФИЦа, что для Российской Федерации, например, министр небольшой страны, Словакии, небольшой страны, да, европейского? Да, ну, это европейская страна, это страна Европейского Союза. Мне кажется, любая страна Европейского Союза, которая хоть как-то высказывает вот такое позитивное отношение к России, она чрезвычайно ценна. То есть ей нет цены, я бы так сказала. Я уверена, что Россия готова заплатить любые деньги за подобную поддержку. Понимаете, если не будет Словакии, придётся говорить о том, что только Буркино-Фасов искренне поддерживает Россию. А это звучит не очень хорошо, даже для российского обывателя. И ещё тут, Ольга, для понимания, да, политики и внутренней, вы уже упоминали о том, что в Словакии очень недовольны премьерством. Ну, а в принципе, как там политически складывается настроение? То есть учитывая, что ФИЦа тоже не вечно, да, будет сидеть на своём посту, хотя, по примеру, в Венгрии мы видим, что может быть и даже второй срок. Вот Ваше предположение, какие настроения? И может ли так сложиться, что ФИЦа будет ли на втором сроке примерствовать? Ну, честно сказать, я не видела последних опросов, но в любом случае, мне кажется, последние дни они очень много меняют, и те, кто колебался, они теперь всё-таки колебаться перестанут. То есть ФИЦа, он будет терять гораздо более быстрыми темпами поддержку после этого своего дебарша. То есть поэтому я начала, собственно, нашу с вами беседу со словом, что мне кажется, такие действия ФИЦа говорят о том, что он уже и не стремится идти дальше. То есть всё, что ему надо было, он уже заработал. Поэтому мы можем говорить о том, что ЛЦМЕР – это партия, которая, извините, со словацкого переводится направление демократии. И это вообще звучит как издевательство, как насмешка, потому что партия идёт любым путём, но только не путём построения демократического общества в Словакии. Ну и, наверное, я хотела бы сказать ещё о том, такое общефилософское рассуждение, если позволите, что демократия – это недавность. Даже если страна находится в Европейском Союзе, то есть она соответствует критериям Европейского Союза, это не значит, что можно расслабиться. Демократия – это вечный бой. То есть это должны быть активные граждане, которые будут бороться за то, чтобы жить лучше, жить по закону, жить не боясь своих же политических элит, не боясь того, что они заведут страну в пропасть. Они сменяемы, поэтому есть шанс, что они не заведут страну в пропасть. Вот это очень важно. Ещё что важно – понятие, почему, собственно, вначале и спрашивалось о том, зачем эта ФИЦа, в принципе, такие контакты с Российской Федерацией нестандартны, условно говоря, рискуя и подпасть под некие санкции. И тут вспоминаем недавнюю встречу премьер-министра ФИЦа с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём в Ужгороде, где он сказал, что Словакия безоговорочно поддерживает принятие Украины в Евросоюз, а в то же время Братислава не блокирует санкции против Российской Федерации, расширение этих санкций, и также в отношении Российской Федерации, и по-прежнему поддерживает, естественно, территориальную целостность Украины. Как это всё укладывается в одной политике премьер-министра ФИЦа? Это не очень хорошо, я бы сказала, коррелируется с основными российскими нарративами, потому что российский нарратив сейчас таком, что ЕС и НАТО — это две, как бы, не знаю, стороны одной и той же монеты. Поэтому ФИЦа дудит немножко не в ту дудку. При встрече со Шмагалём он сказал, мы не поддерживаем ваше вступление в НАТО, но в ЕС мы вам позволим вступить. Прекрасно понимаю, что на самом-то деле это невозможно, и для всех стран этого региона путь в ЕС, он всегда лежит через НАТО. У нас нет ни одного исключения. Сначала вы принимаетесь в НАТО, а потом вас готовят в ЕС. Поэтому своим заявлением он сделал приятное украинской делегации и, в общем-то, сказал именно то, что он хотел сказать, что нас никогда не будет ни в НАТО, ни в Европейском Союзе. Ну, вот так. То есть дипломатия, как говорится, вещь тонкая, и нужно... Это просто слова. Это просто слова. Хорошо, если тогда ни ЕС, ни НАТО, но до сих пор зачем Тафица... Ну, в принципе, да, Словакия поддерживает территориальную целостность, хотя говорит о каких-то вспоминах стамбульских якобы договоренностях, которых мы так и не понимаем до конца, где же подписи, да, где реальность этих стамбульских соглашений. И зачем тогда... Ну, жюри, так сказать, Запад, который... Из-за которого продолжается война, потому что Запад поддерживает Украину защищаться, как ни странно, да? Но, тем не менее, вот если бы Украина отказалась от каких-то территорий, и всё бы закончилось, а в то же время поддерживает целостность. Здесь как всё укладывается? Ну, не укладывается. Но, опять-таки, это просто слова, за которыми ничего не стоит. Когда вы беседуете с человеком без принципов, без принципов, ну, почему вы докапываетесь до смысла каждой его фразы? Я думаю, что Фитца повторяет годами и десятилетиями, в общем-то, одни и те же заученные фразы, с небольшой дифференциацией во времени. Но за этим ничего не стоит. Вот человек делает свою работу. Ему написали, что он должен съездить в Украину и встретиться с нашим премьером. Но он это сделал. Но постарался сказать как можно меньше. Понимаете? То есть, мне кажется, мы уделяем этому персонажу неоправданно большое внимание. Мы пытаемся найти смысл там, где его заведомо не должно быть. Вот проблема с Фитцей и ему подобными заключается в том, что они очень хорошо усвоили один урок, преподанный русской пропагандой. Повторяйте всё время одно и то же. Неважно, если вас поймали за руку и доказали, что вы ужёте. Вы просыпаетесь на следующее утро и продолжаете говорить то же самое. Всегда найдётся определённый процент людей, которые, если в 200 раз повторить одно и то же, вам поверят. Это не придумали русские. Да-да-да, я понимаю, о чём вы говорите. С точки зрения пропаганды в том числе, как она работает на умы тех, кто слушает. Но дело в том, что хочется понять, как такие люди приходят к власти, за них же как-то люди их какие-то поддерживают. Что тогда это за люди, которые голосуют и приводят к власти? Вот как они приходят к власти, я вам совершенно точно могу сказать, потому что я изучала этот вопрос. Был создан бизнес-проект. В этом бизнес-проекте было прописано, что мы создаём партию, идём на выборы, приходим к власти, начинаем зарабатывать деньги. Вот по этому сценарию всё и произошло. Партия – это бизнес-проект. Она была сделана под одного человека, у которого уже был первоначальный капитал, но он хотел расширить свои возможности, и он это сделал. Интересно, а капитал первоначальный – это где-то со стороны Российской Федерации или где-то на местных полях заработанных? Это были более или менее честно заработанные национальные деньги, которые как раз и были заработаны в медийной сфере. Вот в чём прикол заключается. Очень интересно. И тут буквально коротко. Орбан и Фитца, они согласовывают свои тезы? Они, ну, в принципе… Или это просто две страны, которые, ну, вот отдельно, друг от друга дружат с Российской Федерацией и идут пропагандистским тезисом этой страны? Я уверена, что они симпатизируют друг к другу. Я знаю, что они хорошо знакомы между собой. Было бы странно. Они всё-таки столько лет в политике большой. Было бы странно, если бы у них не было диалога. Понимаете? То есть этот диалог неизбежно есть. Я не знаю, является ли это диалог или это разговор втроём. Вот это так уже сложно мне сказать, потому что, в принципе, они-то повторяют одни и те же вещи. Поэтому, наверное, есть какая-то вот закулисная третья сторона, которая реплики диктует. Спасибо, Ольга, за то, что нашли время для нас и объяснить, как вообще эта вся кухня международная политическая устроена и как работают эти тезисы, которые идут с Кремля. Спасибо вам большое. Ольга Брусиловская, напомню нашим зрителям, заведующая кафедрой международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, доктор политических наук и профессор, была с нами на связи. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова